Бакинский процесс, религиозные общины и их задачи. Под этим названием сегодня прошла 10-я конференция глав религиозных общин Азербайджана. С момента создания Азербайджаном такого глобального процесса была проделана грандиозная работа по дальнейшему укреплению исторического взаимопонимания между различными конфессиями и общинами Азербайджана. Наша цель – организовать платформу для встреч между богословами, учёными и деятелями искусства как Запада, так и Востока, и путём этих встреч нормализовать отношения между христианским и мусульманскими мирами. Сегодня мы можем смело утверждать, что этот процесс увенчался успехом. Через каждые два года создаются весомые авторитетные форумы в рамках цивилизованного и межкультурного диалога. В этих форумах принимают участие самые известные учёные, политические деятели, религиозные лидеры и нобелевские лауреаты. Причиной, по которой Азербайджан сегодня – мультикультуральное государство, где каждая из общин и национальностей считает республику родным домом, является фактор разнообразия этнических групп, а также культурное многообразие, сложившееся исторически на территории страны. Ярким примером толерантности азербайджанцев и уважительного отношения к мировоззрению других людей служит Удинская община Азербайджана. Удин сегодня является ярким примером толерантности азербайджанского народа в модели мультикультурализма, что объясняет, что Удин нас сегодня сохранили, несмотря на все исторические перебития – язык, культуру, традицию, культуру самобытную и, самое главное, как непосредственно правоприемники христианства Кавказской Албании, сохранили христианство. Удины, как представители Албанской апостольской церкви, является сегодня ярким примером того, что, несмотря на это в контексте страны, сохранили элементы христианского наследия Кавказской Албании. На сегодняшний день в мире полыхают или разгораются новые очаги напряженности. Немаловажную роль в этнических конфликтах играет и национальный фактор. В отличие от соседней мононациональной Армении, Азербайджан – полиэтническое государство, которое предоставляет всем без исключения этническим и религиозным общинам равные права, закрепленные Конституцией. Азербайджан – страна, где никогда не было проявлений антисемитизма. Евреи всегда спокойно жили и работали вместе с другими народами, в отличие, например, от тех же самых европейских стран. Агрессия и погоня за наслаждениями гонят человечество в тупик. Люди перестают слышать друг друга. Возникает ситуация, которую мы видели во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, когда отрицательная энергия переполняется и взрывается котел. То, что называется внутренней политикой Азербайджана, мультикультурализм и взаимоуважение, в виде некого ноевого ковчега преподнести, показать человечеству, что возможно слышать друг друга, возможно понимать друг друга и по возможности сохранять правила поведения по отношению друг к другу. По итогам конференции были определены новые перспективы дальнейшего развития принятого курса на продолжающееся углубление межцивилизационного и межкультурного диалога. Заур Мехтиев, Рашад Агамалиев, CBC.